так что-то тут у нас еще появилась не ограненный алмаз какой-то так сакральным миром пока подожди после изучения планеты брус там 2 ведущий ученый экстра археолог доложила о ее необычайном богатстве минералами это открытие стало возможным во многом благодаря одному из членов экипажа корабля ребуч 5 экстра археолог очень похвалила протеже получен новый ученый а чё у нас по лидерам можно в принципе взять так но зато если мы оставим его на 20 лет будет скорость изучения аномалии больше вероятность обнаружения аномалии больше пускай так будет чай то какой-то у нас корабль и будь 5 модификаторы корабля 30 процентов вероятность обнаружения аномалии где находится у нас ага здесь так ну что приказов нет тогда давай обнаруживай аномалии здесь неуловимые чужаки до сих пор наши попытки побольше узнать о чужих олег были тщетны вы легко пришли к выводу что они являются некой формой технологически продвинутой цивилизации но больше ничего нам узнать не удалось похоже они предпринимают немало усилий чтобы не мы никто либо другой не смог перехватить их сигналы поэтому пока нам удалось расшифровать лишь малую часть их языка однако изучив собранные кусочки сведений наши лингвисты уверены что смогут расшифровать этот язык если мы добудем им больше образцов было выдвинуто предложение получить информацию более агрессивным способом кое-кто мог бы назвать это взломом если чужики нас обнаружить то же самое короче уже было и давай пробуем еще раз кстати говоря я вижу здесь портрет той раз и которую создавал это по моему рой пожирающий раз классно так чё по планетам свет мой зеркальце чуть такое цепочка а это манифесте представители представили свое наиболее публичное творение этот новый и невероятно популярный интерактивный творческий объект на мире колонии 1 приглашает поселить посетителей управлять своими отражениями и образами а также составлять искаженные коллажи политических деятелей в том числе и из других государств галактики критики заявляют что подобное творчество выставляет наше восприятие самих себя в неприглядном свете чего нам как раз не хватало данный экспонат вдохновил создание ряда других сатирических работ посвященных как внутренним проблемам так и межвидовым отношениям среди наших социальных исследователей идет горячий спор а голоса консерваторов призывают к осторожности увеличить исследования исследования на 15 процентов это классно пускай так тут у нас чем можно построить жилья тут нету вот чем поэтому надо жилье построить бункер и коммерческие зоны лаборатории полицейские участки вот жилище вот так как деятельность тоже потом закончится можно и райончик следом включить так здесь тоже жилище надо жилище и промышленный один почему-то аграрный мир я вот не хочу аграрный я хочу чтобы он промышленный был о автоназначение так что это это я три бонуса получил я могу планеты усиливать что или надо посмотреть инженерия звездный бастион ухты крейсер уберем звездный бастион я думаю так можем ли мы эту планету у нас больше бонусов за стремление чтобы увеличить максимум так как делаем уровень роста показан вообще так подожди к здесь так и что если мне тыкнуть что это будет ну давай разовьем уровень роста один так а тут чё тут один и есть а здесь а стоимость единства кучу надо но это земля кристаллы усмелены кристаллические организмы похоже резонируют в ответ на что-то это один из их немногих способов взаимодействия с окружающим миром точную природу и возможное более широкое функциональное назначение этих излучаемых волн еще нужно будет определить но пока пока что наши корабли могут имитировать их при помощи радиосигналов фактически маскируясь под другие кристаллы отлично где они то блять терраформирование их а те где эти ребята вот или флотилия не вот эти кристаллы нужны где они у нас есть вот они скитальцы изумрудные всякие разные это не желтыми стали ну нашел аномалию нашего молодец так какая-то черта появилась у кого-то а вот плотский адмирал министр обороны флот 1 командует так но он что у нас адмирал так чё у нас по дуговой печки интересно строится странное остаточное изображение это у нас ты у нас чё это вот это да точно я и думаю что у нас не следует ничего ну-ка да вот теперь и следует экстра археолог после тщательного изучения останков обнаруженных на планете сейховис 3 ведущая ученая экстра интуиция слизень сделала вывод что это существо являлось чем-то вроде органического звездолета внутри крупного скелета были обнаружены кости существ гораздо меньшего размера принадлежавших по меньшей мере к трем разным раз вероятно это были члены экипажа по неизвестным причинам органический корабль получил критические повреждения и рухнул на поверхность планеты сейховис 3 мы не представляем зачем кому-то понадобилось выращивать звездолёт изучение останков было очень полезно для нашей науки так что ему выбрать экстра археолог так иди отсюда скорость изучения раскопок давай ученый выберем пусть будет ученым так тут чё инопланетная прото цивилизация ухты кстати говоря если бы 4 корабль научный вернем то у нас будет кап ученых на поверхности планеты солнце 3 полыхает война местная цивилизация не столь давно вступила в промышленную эпоху но уже вовсю используют наземные бронированные машины летательные аппараты и морской флот некоторые из государств могут вот-вот открыть секреты атомного ядра и тогда разрушительный потенциал конфликта значительно возрастет вот это да вторая мировая наверно так это у нас кто управляет второй колонией утилизатор политик она пускай это и будет беспонтовый бонус так манифестисты ходит множество слухов о возможном возникновении новой фракции вдохновленные так называемым манифестизмом и и активисты озвучивают противоречивые и странные лозунги в духе свободного перемещения рек и большей личной самостоятельности военного снаряжения существующие фракции жалуются что манифестисты нарушают их собственные мероприятия а их бессмысленные вопросы затрудняют функционирование правительства ну пускай еще потусуются так кораблик отдыхает у нас почему-то трупа мастеров давай изучаем реликтовый мир кстати говоря интересно так а что у нас планировщик экспансии показывает а тут нифига я нету океанический вот его может попробовать в священный превратить вот океанический мир здесь основана фракция в последнее время на внутренней политической арене реп набирать силу новая фракция понятно только где эти фракции смотрите что не помню рынок открытия флот планировщик планеты рас и лидеры нет не тут в правительстве где-то наверно вот фракции точно так процветание производит единство они их много кстати эгалитаризм вот они чё хотят то уж много их управление фракции чё с ней делать продвинуть подавить пускай подавляется а то нафига не им нужны со своим эгалитаризмом так исследования объект наследия это у нас чё иметь для планеты это какое-то улучшение что ли так вместимость преступность указ сетевые блага давай выучим пригодится наверно тут богатые системы тут богатые системы так мега-сооружение вот так тысячи сплавов надо что я думаю надо улучшать это что у нас 5 станций пускай строит вот когда улучшим у нас появится чё появится возможность брать монос за стремление галактические чудеса это нам надо могильник тиянки вот она чем раскопки ведем невозможно понять является ли у рек вулк планетой пробное бурение вскрыла лишь бесчисленные слои биологической ткани по нашим расчетом для возникновения планеты подобного размера потребуется 2 миллиона 435 тысяч 463 трупа тиянки с погрешностью 5,3 процента даже если предположить наличие каменного ядра под грудой тел количество особей все равно остается внушительным кто или что вынуждает тиянки умирать здесь или же они приходят сюда по воле инстинкта когда чувствует приближение смерти продолжаем копать так но самое интересное это мне улучшить вот это это надо тысячу сплавов может быть подкупить немножко там на рынке у нас так ну давай еще и улучшение поставим а пока будет улучшаться мы одна копим наверно еще так изучил систему давай поехали дальше вот сюда опа ты-то интересно успешное извлечение данных вот это круто мы сумели взломать сеть чужих олив и на время получили доступ к их банкам данных хотя доступ был кратковременным нам удалось скопировать значительный объем данных которые как мы надеемся помогут нам не только быстро расшифровать их язык но и откроют доступ к технологиям круто корабль как понятия у нас есть новости о ночном корабле захваченным покровом остаточное изображение замеченное в системе не является самим кораблем наши ученые описывают этот феномен как понятийный объект не имея измерений этот корабль как понятие существует в качестве псионического чертежа облик корабля будет колебаться и меняться в зависимости от душевного состояния наблюдателя хотя изучение этого явления помогло нам лучше понять взаимосвязь между восприятием и пространством временем мы ни на шаг не приблизились к возвращению исходного корабля пока что стоит считать его потерянным в по крови великолепно изучение окутанного корабля что делать дальше где корабль что делать чё там журнал окутанный корабль и что ждать или что не знаю близлежащие системы наверное поизучать атмосфера манифесте усмирение амеб давай амеб то изучать будем так знание одноблюдения знак локуса знак локуса это что общее встреча звездной системе компас хора какие-то ребята здесь есть у нас произошел первый контакт так ладно установление контакта нажмем а кто это такие какие-то непонятные ребята компас хора ё-моё ты смотри как застраивают может как-то начинать воевать с ними что ли так кто у нас там так увертливость разведка дальность обнаружения дальность сенсоров субсветовая скорость и увертливость здоровье шанс выхода из боя давай увертливость это важно что ли как-то им войну объявить что ли чё не тут 1 пока не будем так это у нас кто ксенофилы приветствуем вас ребята как вы наверняка знаете мы полураспадник занимаемся изучением и сохранением всех форм жизни в галактике мы изучили вашу расу и пришли к выводу что репро существует лучшем случае всего лишь несколько столетий чтобы витре продолжить существование если ваше государство потерпит крах мы хотим разместить часть ваших граждан в нашем заповеднике редких видов мы построим особую резервацию идеально имитирующую среду обитания вашего вида будем заботиться об ее обитателях и оберегать их так что за их благополучие вы можете не волноваться что скажете вы можете ли вы нам сберечь вашу расу и гарантировать ей будущее допускай даем чё это ж классно а то вдруг какой апокалипсис а боязнь слизней стабильность низкая благ мало что надо какие-то решения принимать быстрее бы закончилась это боязнь слизней так решение что у нас есть так жрец у нас единство и блага производит давай выставку сделаем и блага включим чё еще у нас есть так мы все а увеличивается сразу все а а а а и а а а а а а и и Чё-то у меня такое смутное ощущение, что надо построить, наверное, два форпеста там. Так, у этого приказа есть. Давай этого отправим. Так, чужие эро. О, это тоже успешно взломали, получается. Смотрим. 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 Улучшить сооружение. Энергетический мир. Непонятно зачем. Финальная форма О, появился что ли? Наш научный корабль, который, как мы думали, навеки затерялся в Покрове, неожиданно вновь появился, хотя форма корабля несколько изменилась Само судно и его экипаж в полном порядке Описывая пережитое в Покрове как своего рода странный фрагментарный сон, команда со временем сумела выработать общее понятие самих себя и своего окружения Отдельные точки зрения, сливаясь воедино, шаг за шагом, приближали корабль к нашей реальности В каком-то смысле их сны вернули их к существованию Отлично Рябучий-6 Научный корабль из Покрова Ну ты будешь у нас, братан, Рябучий-4 из Покрова Ну и что? Так Что-то ему добавило, это нет Ладно, не ясно, но точно ясно одно, что вас надо отправлять на изучение всего подряд Давай из Покрова пойдем вот сюда А второй Рябучий-6 Пойдем вот сюда Так, какие-то чужие альфа Назначаем Так, раскопки После того, как миновала электрическая буря Под поверхностью планеты Ольберс-1с Произошел неопъяснимый скачок напряжения Сканирование выявило существование под землей целого комплекса Его древние генераторы запустились вновь, приняв на себя энергию бури Это отлично Это далеко И тут еще раскопки какие-то Разрушенный мир Целая планета покрыта огромными сооружениями У этого павшего мегаполиса Безусловно, есть секреты Которые нужно раскрыть Может быть, потратить кучу влияния И давай изучим эти системы, я думаю Ты сюда А ты Сюда Так, систему, как кто-то изучил Так, исследование Скорость строительства Обшивки Ладно, возьмем банально, чтобы станции больше производили Так, изучаем аномалии и обнаружена буря А где буря? Ага Сканеры зафиксировали космическую бурю И определили ее тип, как электрическая буря Мы называли ее поток Шигла-Арк Эта буря вызовет разрушительные последствия В колониях и затруднит Экстренные сверхсветовые маневры для флотилий Настоятельно рекомендуем заранее принять меры Экстремальные электрические заряды, которые несет с собой буря Создадут угрозу для щитов наших флотилий Однако также ожидается, что избыточная энергия внутри бури Значительно повысит производительность колонии и скорость кораблей 27 лет Да ну Это долго Неизвестная флотилия, чужие Омега Кто это такие? Удивительно Похожая система Компас Хора служит домом неизвестной продвинутой цивилизации Они обитают на множестве космических станций, разбросанных по системе А посол раса сообщает, что между станциями летают корабли И несколько более крупных флотилий покинули систему с неизвестными нам целями Они отправляют в нашу сторону повторяющийся сигнал Не несущий особого смысла наши лингвисты в замешательстве Но надеются, что это поможет им в расшифровке языка Интересно Что там за ребята? Так, раскопки Пересыхание Мы нашли следы воды по всему миру Судя по всему, она должна быть там Температура допускает наличие жидкой воды И у мира даже есть атмосфера Хоть и довольно тонкая И несмотря на это Здесь все пересохло А остатки растительности увяли Кроме того, сканирование обнаружило следы другой космической цивилизации На этой планете Перед командой археологов Стоят две задачи Узнать, что случилось с водой И понять, что здесь делала космическая цивилизация Большинство гипотез уже связывают эти два происшествия друг с другом И отдельные участники команды начинают подозревать Что мы имеем дело с похитителями воды Мирные левиафаны Это вот где Так, установлена связь О, я тут уже вижу название той расы, которую создавал Ктун это Рой Незаметно проникнув в их сеть Мы смогли заполучить достаточно данных И вооруженные ими лингвисты Наконец расшифровали язык чужих олев Хоть мы и не овладели их языком в совершенстве Этого хватило, чтобы открыть Дипломатические каналы с цивилизацией Теперь известные нам как Ктун Мы также сумели проанализировать Скопированные у них данные О технологиях И найти несколько новых решений Проблем в физике О которых наши исследователи раньше не задумывались 70 влияния Стивилизация пылинок Поглощающий рой Мы чувствуем присутствие добычи Добыча Знай, что мы охотимся за тобой Ребята станет топливом для роста государства Ктун Можете сопротивляться Результаты это не изменят Ну как-то говорить негативно не имеет смысла Потому что дебафы всякие есть Хотя надо готовиться к рождебным действиям Прирост агентурной сети увеличится Тут уменьшится А тут А что нам отношения Они и так нас хотят сожрать Поэтому вот так Мы не станем друзьями Хотите вы этого или нет Так вот, твари Ктун Что там у нас с дипломатией Шпионаж Агентурная сеть Назначаем Меня вот эти вот ребята еще напрягают Содружество, блин Чужие омега А это кто? По мере накопления изображений чужих омега Стало очевидно, что рано или поздно Они будут достоянием общественности Ребята в восторге от их внешнего вида И с нетерпением ждут возможности поближе познакомиться с ними А где они находятся вообще? Процесс изучения А это небольшие ребята Подожди, не то Мусорное поле Юнимар-1 обладает мощным гравитационным колодцем Который затянул в себя большое количество космического мусора Эти обломки сформировали своего рода облако вокруг газового гиганта По большей части речь идет об обломках кораблей Пострадавших в ходе космических боев Много тысяч лет назад Все ценные технологии и артефакты Были уже захвачены мародерами Однако Если установить здесь добывающую станцию Мы сможем собирать металл Так, это он закончил, да? Так, давай вот сюда Систему изучать Разлом в пространстве Межпространственный рубец в системе Идели Мар Потерял стабильность и разошелся Открыв разлом в другое пространство и время Действовать нужно осторожно Ух ты У нас произошел первый контакт с загадочными чужаками в системе Авиор Мы называем их чужие самих Чужие бед Вон сколько разных А у нас назначить некого Могильник Тиянки А это мы раскопки ведем Необычайная живость Мертвых Тиянки на поверхности Мира Орек Вул Обусловлена их способностью к регенерации Даже будучи мертвыми Их тела продолжают восстанавливаться Эта система крайне богата питательными веществами Чаще всего встречающимися на газовых гигантах Вблизи которых пасутся Тиянки Возможно именно в этом кроется причина их необычного поведения Это открытие не дает ответа на вопрос Почему мертвые движутся словно по воле единого разума И притягивают своими щупальцами новые тела Падающие на планету Надеемся что дальнейшие раскопки позволят нам понять Принцип работы этого места Или существа Наши ученые до сих пор не могут прийти К единому мнению Относительно названия Это у нас раскопки идут Так, звездный разлом, говоришь Ну вот, его надо А, технологии нет Ого Сколько там флотов Так, систему изучил Ну давай Строим форпост А, ты пока изучаешь аномалию Строим форпост Караванщики Так, проалиция караванов Караван-сарая Орден Нумы Но это правда Вы действительно процветаете Как и предсказывала Нума Как говорится, удача улыбается храбрым Орден Нумы Простые торговцы Преданно поклоняющиеся коммерции Наши флотилии плывут по божественным потокам космической энергии Куда нас несут ветра фортуны И представляют нам Вам новые сделки каждый раз Как мы появляемся в ваших землях К сожалению, в настоящий момент Наши корабли Находятся за границами ваших владений Но, когда мы в следующий раз Посетим небеса ваших миров Вы сможете открыть для себя чудеса Вселенной За скромное пожертвование В виде кредитов О Еще какие-то ребята Рэкет Индастриал Энтерпрайз Риеп, мы приветствуем вас Мы операторы флотилии Рэкет Индастриал Энтерпрайз Которая является частью государства Коалиция караванов Караван-сарая Мы путешествуем среди звезд Все, что блестит Привлекает наше внимание Мы собираем и торгуем Мы пересекаем Ваше пространство с миром Только чтобы покупать И продавать Мы многое можем предложить Выгодные сделки Но сейчас Здесь нет наших кораблей Мы свяжемся с вами Когда вернемся Если же Вы позволите нам Вам ответит Коалиция караванов Караван-сарая Круто, отлично Налажена связь Так, значит У нас появились Послы свободные Да, вот Так, тут и есть Тут и есть Давай сюда назначим Субтитры создавал DimaTorzok Так, как Приказы или законы Для временного исследования Исполнения которых необходимо Так, а как нам мир священным сделать Интересно Шкутика мёбы Пускай изучается Так, установлена связь О, а это еще один Наш товарищ Созданный злодей Незаметно проникнув В их сеть Мы смогли заполучить Достаточно данных В общем Понятно Это жидкий металл Это машинный разум Непреклонный экстерминатор Готовимся Чё Надо бы назначить туда Товарищи Ну-ка Признаки варварства Веже и Альфа Хотя проживание На космических станциях Должно свидетельствовать О развитом обществе Посол Расс Не вполне понимает Действительно ли мы Имеем дело С разумной формой жизни Они пребывают В состоянии Постоянной вражды И о стабильном обществе Нельзя даже помыслить Даже за краткий период Наблюдения Мы отметили Несколько проявлений Чистой воды Варварства Похоже У них есть язык Но наши лингвисты Еще работают Над расшифровкой В надежде Что все увиденное Обретет смысл Так, а где у нас Жидкий металл? Вот он Эх вы Уроды Колонизируют Тут смотри-ка Шпионаж Агента добавим Пускай изучают их Так, два уже Супер противника Нашли Жидкий металл Ктун И они рядом Что очень опасно Тут еще может быть Кто-нибудь Если два вот этих злодея Есть То должно быть Еще два Там должен быть Поборник чистоты Псионик какой-то И Маниакальный Ассимилятор Еще должен быть Который Который будет В киборгах Всех превращать О Надеюсь Они тут есть Так, а я вообще не понял Я направлял Потаенное сердце Хотя поверхность Астероида G-999-717 Ничем не примечательно Внутри у него Полое ядро Покрытое ценными Для промышленности Кристаллами Словно гигантская Жиода Висящая среди звезд Благодаря Особым инструкциям Которые предложила Ведущая ученая Ведущий вынос Бессмертная Развернутая Здесь В будущем Добывающая станция Сможет аккуратно Собирать эти Кристаллы Внутри астероида Отлично Так, это где? Это здесь Нет приказов Давай вот сюда Что тут? Изучаем систему Так, строители А, вот Тут станцию строят А, второй Редкий ресурс А я-то радовался Что колонизировать Пойду планету Ну да ладно Короче Кочующая цивилизация Кедишийские налетчики Это Мародерская империя Скорее всего Они живут в системе Хизар И вокруг нее На крупных Космических станциях Слишком Стесненных И убогих условиях Для такого Большого населения Несмотря на это Или возможно Благодаря этому У них похоже Развилась Мощная военная культура Они привыкли Существовать В этой холодной Пустоте И очень преуспели В искусстве Введения войны В космосе У Кедиши Нет центрального Правительства Как такового Вместо этого Они разделены На несколько фракций Бесконечно соперничающих Друг с другом За ресурсы И авторитет Учитывая Большую численность Населения И возможность Строить корабли На станциях Лишь постоянная Внутренняя борьба Не дает Мародерам Стать серьезной угрозой Для мира в галактике Ух ты Какие уроды Налетчики Чужаки Македеши В отличие от Цивилизованных Звездных империй Галактики У нас нет Единого властелена Который бы Правил нами Но меня избрали Для передачи Данного сообщения Вам от лица Всех домов Не пытайтесь Навязывать нам Свои мягкие И неэффективные Порядки Можете Сколько угодно Отправлять Свои корабли На Кедешийскую Территорию Но не ждите Что они вернутся Нашим воинам Будет чем Развлечься Вещайте На данной Частоте Только если Захотите Предложить нам Дань Или если Вам нужны Наемники А также Есть Средства Заплатить За них Отлично Так Тут у нас Контакт Какой-то есть Тут исследуется И здесь Назначим Назначим Территорию Назначим Назначим Отлично Так, построим еще строительный корабль. Субтитры создавал DimaTorzok Так, что он тут построил? Станцию наблюдения, станцию научную и добывающую. Субтитры создавал DimaTorzok Пришельцы, обозначенные нами как чужие самих, похоже, заняли систему Valvas, выстроив по меньшей мере одну крупную космическую базу вокруг главного светила системы. Мы не обнаружили следов присутствия планетарных бастионов и не знаем, благословлены эти существа духами или же служат тьме. Мы должны сделать все возможное, чтобы расшифровать их язык. Субтитры создавал DimaTorzok Так, базу строим. Субтитры создавал DimaTorzok Да уж, эти огромные государства такие по системам. Добавил субтитры создавал DimaTorzok Противозаконные действия какие-то обнаружил в глубоком кратере на поверхности астероида подозрительное техническое оборудование. Очевидно, кто-то успешно воспользовался довольно простыми средствами, чтобы стабилизировать одностороннюю чревоточину. Ведущий ученый экстраархиорал предположил, что астероид является точкой выхода. Другой конец открывается в какой-то неизведанной части космоса в нескольких световых годах от черной дыры. И сквозь червоточину в малых количествах просачивается темная материя. Чьих бы рук не было это дело, они похоже забросили его. Вместо рождения темной материи. Интересно. Так, это у нас кто? Командует... Это корабль из Покрова. Ну пусть исследователем будет. Это у нас командует крейсер. Ну а смотрительность поставим. Или... Пускай смотрительность сбудет. Так, посмотрим, что у нас на планетках. Так, скоро улучшится вот это, откроются наверное ячейки сооружения. Так, аномалии изучаем. Две штуки есть. Дуговая печь. Дуговая печь. Другая печь. Другая печь. Другая печь. сошла на нет так же быстро как начались протесты положившие начало судя по результатам опросов части активистов кто-то пошел на это исключительно ради сатиры для других же это был осознанный протест галереи и музеи испытывают невидимый приток невиданный приток посетителей мы теперь уже новые скандальные группы художников привлекают к себе внимание публики наши социологи продолжают анализировать данные полученные нами в этот странный миг ребятский ой культурной истории мечты становятся манифесте шанс изменения принципов завершили цепочку событий так это у нас мародеры свидетельство боя есть явные свидетельства того что не ранее 5000 лет назад на низкой орбите луны саони 1а состоялась крупное космическое сражение это у нас одной страны несет следы многочисленных орудийных попаданий в виде кратеров и сканеры корабля ребуч 5 выявили среди обломков на поверхности корпуса и звездолетов все они были сильно повреждены но раз от них вообще хоть что-то осталось значит их конструкция была достаточно продвинутой ведущая ученая экстра археолог подготовила экспедицию чтобы изучить обломки на предмет полезных технологий экспедиция а где это это здесь конечно изучаем так раскопки а это с тиянками у нас раскопки позволили нам вскрыть сложную сеть тоннелей под поверхностью мира у реквул химический анализ подтверждает что стены полностью состоят из спрессованных тканей тиянки плоть еще теплая и почти без следов разложения хоть по возрасту она легко может состязаться оказаться старше нашего государства выглядит все так словно тела спрессовали переделали и модифицировали чтобы создать это место но зачем продолжаем копать так астероид интересно она собьет или туда лететь придется ладно посмотрим сейчас звездные действия отлично так пока изучай здесь кажется этих дроны надо уничтожить что про проехать там так ну что сюда и и и и и и и Излучение грибов Глубоко под поверхностью Луны ЮНАК-3А обитает удивительный организм. Образцы и результаты сканирования показывают, что это мицелий. Однако размер его спор на фоне привычных грибов нашей родной планеты поистине огромен. Поверхность спор подобна мерцающему калейдоскопу. Их цвет постоянно меняется в зависимости от окружения. Но самое странное, что мицелий как будто образует единую сеть, способную излучать некие сигналы. Во всяком случае, так считают ученые. В данный момент излучение очень слабое. Но если постараться, мы можем выяснить, куда ведет этот сигнал. Грибной след. Эти споры можно продать. Нам зачем? Единство можно получить. Грибной след как-то брал я, когда играл, что там, по-моему, к месту раскопок приводит и все. Наверное, его и так можно найти. Возьмем единство. Вот что. Это будет интересно. Так, еще там у него аномалия. Погнали. Три ветки приняли. Ну и давай. Все-таки будем брать псионику. Разум превыше материи. С самого зарождения нашей цивилизации в ней процветали истории о могущественных волшебниках, владеющих силами. Которые иначе, как сверхъестественными собака, сверхъестественными не назовешь. Эти редкие ребята якобы могли воздействовать на чужой разум. Поднимать тяжелые предметы простым усилием воли или выполнять любые другие магические трюки. До недавних пор эти истории были всего лишь историями. Но теперь наши ученые наконец-то получили убедительные доказательства наличия возрожденного псионического потенциала, врожденного у некоторых представителей расы реп. И хотя, похоже, лишь очень незначительная часть из нас одарена этими пси-талантами, но последние несколько веков это количество в процентном отношении ко всему населению постепенно росло. Ученые не могут сказать, является ли это результатом внезапного эволюционного скачка, или же что-то пробудило скрытые псионические способности, которые всегда присутствовали в нашем генетическом коде. И, возможно, мы увидели будущее, которое ожидает нас. Класс! Значит, псионика. При принятии дали нам вот это псионическое превосходство. Это программа. Наверное, в совете надо ее тыкать. Ну, а когда завершится, содержание указов дешевле. И открытый бонус из-за стремления. Плюс один. Ну, это понятно. И задержка перед погружением в Покров. Псикорпус. Ладно, ждем. Пришельцы, обозначенные нами как чужие беды, похоже, заняли систему Байдаан, выстроив, по меньшей мере, одну крупную космическую базу. Так, ну, это понятно. Давайте работать дальше. Амебы успокоены. Временной приостановки определенных выбросов из ядра реактора наших кораблей в непосредственной близости от космических амеб похоже достаточно, чтобы не вызывать их гнев. После согласования этого нового протокола они больше не представляют угрозы и мы смогли изучить их из близкого расстояния. Ну, это супер. Так, амебы. Тиянки. Где у нас амебы? Они вообще есть тут? Тиянки. Пока я их изучал, они уже... Это чё? Битва флотилий. Оборона. А! Стреляет всё-таки по кораблю. Или не стреляет. Нет, он не стреляет даже по нему. Так, ну что я успею сделать? Станция слежения. Вот это может построить. Наверное, пока это будет строиться, он долетит уже. Так, исследование. Физика. Строительство гиперретранслятора. Сеть ретрансляторов можно использовать на благо наших колоний. Гиперретранслятор это надо. Так, социология. Так, работник культуры, объект наследия. Это что? Ход указов. Терраформирование. Армия псиоников. Давай пускай этот объект наследия изучает. Мне кажется, кого-то надо отправить в какую-то флотилию туда. Так, эти сюда едут. Наши попытки расшифровать язык цивилизации чужие бет застопорились. Так, ладно. Пускай работают дальше. Так, как они до сюда доплывут? Ух ты, какой путь большой. Через всю галактику. Приглашение. Чужие самих. Государство чужие самих разместило корабль на нашей... Да что ты? Корабль на нашей границе и высылает повторяющийся сигнал. Перевести сообщение было непросто. Но наши лингвисты полагают, что они приглашают нашего представителя принять участие в многодневном культурном обмене на борту их корабля. Наверное, похоже на ловушку. Ну, давай попробуем, что интересно. Так, черта у кого-то появилась. Это кто у нас? Это на втором корабле работает. Новая черта. Увертливость. Пускай будет увертливость. Учение исследователей. Экипаж корабля Ребучи-2 докладывает, что на луне ЮНАХ-5А они нашли нечто впечатляющее. На поверхности обнаружены следы исследовательской экспедиции другой цивилизации, которая оставила после себя несколько хорошо сохранившихся документов и артефактов. Ведущая ученая экстраинтуиция Стизень предложила отправить найденные тексты в наш родной мир для перевода. Кроме того, мы всегда можем продать их в частной коллекции. Конечно, отправим для перевода. Так, систему изучай. Тут экспедиция на кладбище идет. Надеюсь, эта дальность прибавится и поможет отразить этот астероид. А то корабли, наверное, не успеют долететь. Так, продвинутый штурмовик. Эльврата. Термоядерные ракеты. Так, давай, пускай ракеты изучают. Так, ведущая ученая экстра-археолог с командой вернулась на корабль «Рябуч-5» из экспедиции на Луну с Аоней-1А. Кладбище звездолетов оказалось настоящей сокровищницей технологий. Изучение останков этих кораблей помогло нам значительно продвинуться в ряде областей. А ведь мы исследовали далеко не все. Нам следует оставить на орбите постоянно действующую научную станцию. Это очень поможет нашим конструкторам звездолетов. О, отлично. Так, приказов нет. Вот сюда изучаем. А знания о бульверотах просто так у руки падают. Даже технологию не надо брать. Так, не так быстро. А то этот медленно летит, а тот быстро. Так, аномалия. И мир какой-то реликтовый? Да ну нафиг. Вот это надо заполучить, эту систему. И для этого мы вот этого типа должны уничтожить. Опускай, как он приблизится сюда. И этот отправим тоже. Так, стоп. Подготовка. Положившись на удачу, посол раса и наши лингвисты приняли предложение о культурном обмене с инопланетной цивилизацией. Мы перевели радостный ответ государства чужие самих, как хороший знак. Вскоре после этого они прислали пиктографическое описание обратного отчета до мероприятия. Посол раса использует оставшееся время, чтобы подготовиться и подробнее ознакомиться с накопленными языковыми образцами. Если у них радостные ответы, звучит прям так располагающе. Готовимся тогда. А вот это вот может сыграть подлую шутку. Давай пока вот так будет. Эти там сейчас понастроят. Не облетишь их потом. Вот эти вообще медленные, ребята. Что там у нас? Фрегаты. Получено сообщение. А это другие уже, ребята. Так, чужие бэд активно пытаются наладить связь с нами. Они отправили большое количество аудио и видео информации, которая должна помочь нам расшифровать их язык. Наши специалисты уверены, что вскоре мы сможем общаться, связаться с ними. Разумеется, придется поверить, что предложенные переводы не призваны ввести нас в заблуждение. И что мы сможем достаточно точно понять информацию в самом разном контексте. О, вот они. Это вот эти аквоиды. Значит, те это другие ребята. Надо было у них собирать этот... Чужие беды, это аквоиды. Вот с ними надо корифаниться. А вот эти, это злодеи какие-то. Зря, короче, я им доверял. Ну да ладно. Теперь уже... Что поделать? Посмотрим, что из этого выйдет. Неизвестно. Дыра в земле. А это раскопки у нас появились. Так, ничего примечательного. Дальше сюда. Ого. Органическая сингулярность. Это что вообще такое? Человеческие исследователи открыли на планете Солнце-3 ранее неизвестной науке вид муллюскоидов. По отдельности каждого из них едва ли можно назвать разумным, но при физическом соединении двух и более особей они образуют полуразумный узел. Теоретически в этих узлах может начаться экспоненциальный рост когнитивных способностей. Проще говоря, жители планеты Солнце-3 наткнулись на биологический компьютер. Со временем это открытие может стать началом органической сингулярности. Так, ну это у нас что? Это мы станция наблюдения. Так, понаблюдать и записать. Предотвратить сингулярность? Да зачем? Поспособствовать сингулярности? Нет, у нас столько нет возможности единства науке отдавать. Будем наблюдать. И вообще их надо назвать земля. Чё там? Чё они называются? Миканда Ренаблис, Висамис Набир. Блин. Может надо звезду назвать? Ладно, пускай. Пускай будет. О, нет. Этот уже прилетел сюда. Ну-ка. Да, прилетел. Надо второго отправить. Сейчас будет битва. О, нет. О, нет. Онchlurf. Онл Zoo. Онлепи. Онлепит. 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 кто это у нас такие а это дроны это не реликвия это антиквариат ну давай чон там орбитальный распространитель мусора а эта технология ну давай берем так это у нас командует на колонии 1 а колония 1 у нас чё энергетический мир до значит энергетический берем так социология давай ладно квадрат изучай пока темпоральная призма анализ темпоральных буктуаций в системе дэтерис показал нечто невероятное в космосе дрейфует огромная призма однако она преломляет не свет а само время команда корабля рябучий 4 из покрова сообщает что в зависимости от угла наклона время течет с разной скоростью сканирование показала что некоторые из членов команды быстро состарились а другие наоборот стали моложе чем положено хотя изучение призмы однозначно помогло нам больше узнать о природе и о свойствах времени происхождение и назначение самой призмы остаются загадкой давайте уже уничтожайте их чё так долго а а а Продолжение следует... Многообещающий офицер Моннобаки, капитан корабля Реп, Илкек Ловкий, отличился во время недавнего сражения, имевшего место в системе Каравон, адмиралтейство на планете Реп, отдавая должное талантам многообещающего капитана, решила повысить его до звания полноправного командира. Так, обломки. Так, давай за обломками. Так, что тут у нас еще на пути есть? Пока ничего. Так, давай-ка. Вот эта система мне с реликтовым миром нужна. Форпост здесь. Так, тут раскопки до сих пор. Так, это кто? Шестянщик. Усердие. Пусть усердие будет. Подготовка к игре. Игра какая-то. Обратный счет до культурного обмена с государством чужих самих. Близится к завершению. Посол Расса говорит, готовится подняться на борт шаттла и отправиться на инопланетный посольский корабль. В знак уважения посол перестанет выходить на связь во время мероприятия. Проникнуться их культурой или... Не забывать профессионализм. Ну давай. Так. 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 Обломки изучать поехал. В итоге этот корабль Ребуч-6 наверное сюда пойдет на раскопки. Неожиданный улов. В число других тайных задач в Ктун входит незаметный поиск возможных активов. Любых инструментов, способных помочь нам действовать внутри этой гештальт сущности. Наш руководитель резидентуры сообщает, что нам как раз повезло найти такой инструмент. Актив. Ух ты. Караванщики. Теплый прием. Когда флотилия индустриальная флотилия Рекет появилась на орбите планеты Реб, для того, что должно было стать коротким визитом вежливости, спонтанное проявление доброй воли привело к событию, ставшему смесью открытого рынка и вечеринки. В результате ребята и Рекеты Кларус укрепили связи и провели множество торговых операций. Отлично. Так, ну на этом я думаю остановлюсь и продолжу всю эту красочную эпопею попозже. Субтитры создавал DimaTorzok